Дмитрий Александрович, есть еще такой момент, не знаю, может быть людям мало объясняют, или сами они мало вникают по поводу венчания. Очень часто бывает такой налет магизма, что если мы выполним вот этот вот обряд, это таинство, то... Нам повезет. Да, случится чудо Божье, и само собой все как-то станет хорошо. И они забывают вот про эту работу над собой. То отношение к венчанию, вот священник и говорят, надо повенчаться и все. Не, надо. А на самом деле. А на самом деле. А что оно дает, и чего оно не дает. Оно много чего дает, кроме того, что ты должен сделать сам. То есть оно очень, на самом деле, венчание очень много чего дает. Просто мы не пользуемся этим. Люди обычно, они думают, что повенчались, и теперь все. Ну, а если встретилась, у меня знакомые были, 10 лет она не могла иметь, ну, не получалось с детьми. И можно стоять, чтобы они повенчались. А жена говорит, ну, понимаешь, дорогой, а ведь как бы это же серьезный шаг повенчаться, это же не так просто. То есть, ну, это я так не мог, просто так. Говорит, ты что, не веришь, не доверяешь моим, ну, я серьезный. Ну, он и убедил, что он там супер серьезный к этому, и как ты вообще могла усомниться в моей верности к тебе. В общем, они повенчались. Потом у них через 10 лет рождается ребенок, вернее, она беременна. И тут случается беда. Он находит, кто-то ей попадается. И вот она, будучи беременной, уже знает, что у него есть любовница. И, в общем, все-таки были-были, жили-жили, она родила. Ну, в общем, он остался с любовницей. Вот такие печальные истории. Так что, просто может еще быть, как сказать, венчание беста. Бесту лучше разбить людей, когда они уже повенчались. Он может не трогать. Ну, сильно человек. Ну, вот живут, 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 повенчались, хоп, начинает. Ему, теперь ему лучше. Теперь ему больше получится, ну, прибыль, условно говоря. То есть, интереса его больше, чтобы разбить такую семью. Ну, кому больше донос, то больше истребуется. Так что, подходить надо к тому, что это помощь Божья, это освящение, благословение. И особенно для детей это хорошо. Венчание. Но надо все равно понимать, что бдительность терять нельзя. И говорить, что я буду тебе верен, лучше не говорить. Лучше быть верным. То есть, не говорить, что я буду верным там до конца. Просто будь ему все и не говори. И не думай, что тебя лукавый не сможет спихнуть. А лучше молиться Богу, кто думает, что он стоит, бойся, чтобы не упасть. Заметьте. Кто думает, что он стоит. Не кто стоит, а кто... То есть, мы просто думаем. Или как Господь сказал, кто имеет, тому дано будет. А кто не имеет, у того отымется и то, что думает, что имеет. То есть, мы имеем... То есть, мы думаем, что мы имеем. На самом деле, это условное понятие, что мы имеем. Мы ничего не имеем. Это просто Бог нам дает и посмотреть, как мы себя поведем. То есть, когда человек получает власть, он думает, что... Ох так. И Господь смотрит просто вот. Дал власть на какое-то время. А потом иди сюда. Все, теперь я тебе власть забираю. Кто ты такой? Ну, так... А ты уже показал, что ты такой. Это же все. Я тебя уже проверил. Так что очень надо быть как имеющий, как не имеющий. Имеющий власть, как будто ты не имеешь власть. Потому что власть реально имеет только Бог.